Добрый день, друзья! В эфире передача «Что там на Руси» с Евгением Дамажировым. Мы выходим на канале «Утро февраля» и вы не забывайте ставить лайки и делиться этим видео, соответственно, чтобы его увидели как можно больше людей. А мы сейчас, находясь в прямом эфире, обсуждаем, как обычно, главные события прошедшей недели в России. Неделя, как всегда, выдалась удивительной на события. И, конечно же, главным событием этой недели, точно так же, как и предыдущих двух, остается убийство Алексея Навального. Его, наконец-то, отдали родителям и они смогли с ним попрощаться. Точно так же, как с ним могла попрощаться вся страна, весь мир и те москвичи, которые смогли все-таки пробиться и прийти на кладбище. Не надо забывать, конечно, того, что власти продолжали противодействовать похоронам до самого последнего момента. И даже в день похорон устроили в Марьино, ну, просто какой-то беспредел. Туда просто пригнали тысячи полицейских на сотнях машин. Субтитры создавал DimaTorzok Алексей, конечно же, герой. По сути дела, вот эта самая полиция провожала его почетным караулом. Даже, кстати, очень интересно писали люди и рассказывали, как ОМОНовцы, которые стояли в очередях, ну, контролировали очереди, точно так же говорили людям. Вы что думаете, мы не скорбим? В реальности очень многие люди, несмотря на то, что они действовали по приказу, в реальности поддерживали Алексея. Я лично много раз слышал об этом даже от вологодских полицейских, от вологодских прокуроров или других чиновников. Потеряли очень много и люди, и вся страна. Поэтому десятки тысяч людей пришли в Москве проститься с Алексеем, несмотря на огромное противодействие. Просто-таки огромное противодействие. И даже несмотря на то, что полиция пыталась максимально разделить поток, не сделать так, чтобы в каком-то месте собиралось очень много людей. Сделать так, чтобы пусть очередь вытягивалась на несколько километров, но людей нельзя было видеть в объеме. Когда все-таки катафалк отправился к кладбищу, а люди пошли туда, стало очевидно, что людей очень много. И люди стали говорить. Он не боялся, и мы не боимся. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! На войне! На войне! На войне! На войне! На войне! Давно Москва не слышала таких громких криков и лозунгов. Люди шли и скандировали, не стесняясь. Наверное, последний раз мы видели такую поддержку Алексея, когда он вернулся в Россию в январе 2021 года. Только сейчас к этим лозунгам добавилось нет войне. Но вы знаете, люди продолжали идти даже после того, как было закрыто кладбище. Кстати, в этот день Людмила Ивановна, мама Алексея, не дала закрыть кладбище до самого позднего вечера. Она прямо сказала, я буду ждать, пока не уйдет последний человек, который хочет проститься с Алексеем. Ей пытались привычно угрожать, но она отказалась уйти. Огромного, ну просто огромного чувства собственного достоинства и силы женщины. Спасибо, Людмила Ивановна, Анатолий Иванович, вам за сына. А люди, кстати, продолжали идти и на следующий день. Огромные очереди выстроились на Борисовское кладбище. Почему же они так испугались похорон Навального? Казалось бы, просто прощание. Но это прощание рушит всю их ложь о том, что Алексея поддерживали единицы. Мы сами видим поток людей, желающих возложить цветы и попрощаться. Он просто огромный. Десятки тысяч людей продолжают идти уже несколько дней. Все эти люди, кстати, не стеснялись скандировать вот те самые лозунги. Конечно, они понимали, что рискуют. И даже сейчас уже это отражается на отдельных гражданах. Начинают привлекать к ответственности даже за произнесение имени Навальный. Навальный! 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 Алло, Жанна, здравствуйте. Полиция города Омни беспокоит. Майор полиции Тимошин Роман Сергеевич. Можно просто Роман. Вам удобно разговаривать? Удобно, а что случилось? Жанна, хотят завтра пригласить на общение у нас сотрудники ФСБ. Просили с вами связаться, пригласить его, точнее, в какое время вы сможете? Я завтра с работой, к сожалению, завтра не смогу. А если повестку они вам выдадут? Какую повестку? Ну, чтобы на рабочем без вопросов было. Ну, сейчас возвращу. А если в этот день нет, то в какой вы можете? Там буквально на минут 40. Ну, либо на субботу, либо на воскресенье. А, у вас тут плевка. Да. Я понял. Ну, можно выточнить тогда? Да, хорошо. Да, просто у вас в любом случае завтра хотят. Угу, хорошо. Да, перейдите тогда. Угу. Но, несмотря на это, люди продолжают идти-идти. И когда закрывается кладбище вечером в 17 часов, а люди просто не успевают пройти, они продолжают требовать, чтобы их пустили. Пустите, 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 пустите. После второго дня могила Алексея стала просто скрываться под цветами. А к концу третьего дня она просто покрылась горой цветов так, что не видно даже стало креста. По сути дела, там сотни тысяч цветов, которые принесли люди в память об Алексея. А народ все продолжал идти-идти. Он все так же каждый вечер не успевал пройти на кладбище, и мы постоянно слышали фамилию Навальный. В общем, как ни пытались они сорвать прощание с Алексеем, это оказалось просто невозможно. Десятки тысяч людей пришли, и тысячи продолжают идти ежедневно, чтобы прощаться с Алексеем. Даже сегодня, на пятый день, люди все еще идут на кладбище и возлагают цветы. Это и говорит о том, что Алексея любили. У него действительно была реальная политическая популярность, не путинская, когда людей запугивают для того, чтобы они пришли в кинотеатр посмотреть на его интервью, или заставляют прийти на Путин в поддержку, или заставляют платить даже за концерт, привлекая бесплатным концертом в Лужники, но платят по 500 рублей, чтобы люди туда пришли посмотреть на Путина и на звезд. Мы увидели реальную популярность Алексея. И, конечно же, по этой причине с ней продолжают бороться. Вот, например, в Вологде продолжают воровать цветы с памятников, аэшники дежурят вот у памятника жертвам политических репрессий. А что в масочке-то стоишь? Стыдно? Нет, нет. Не стыдно? Нет. А вот честным людям не стыдно? Нет. А ты вот стоишь в маске. Не стыдно. Понятно. Череповца пишут, как коммунальщики дежурят у памятника жертвам политических репрессий. И как только люди кладут цветы в память об Алексея или какие-то надписи делают, их фактически сразу же крадут. И делается это все, кстати, по заданию властей. Это, соответственно, и губернатор Вологодской области, и мэр городов Вологды Череповца. Эти бесстыжие лицемерные сатанисты, которые не стесняются воровать память. Память, которую люди просто хотят оставить. Они боятся в реальности, что в каждом городе будет просто гора цветов. Потому что не все могут прийти и попрощаться в Москве. А людей, поддерживающих Алексея, в реальности очень много в любом населенном пункте Российской Федерации. И надо четко сказать, что этот ведьморазм не заканчивается. Вот мы с вами в прошлый раз обсуждали эру мракобесия. Ну а какова эра мракобесия, когда они начинают бороться с цветами, причем еще и говорят о том, что это якобы можно возлагать только в один день. Здравствуйте, сержант, полиция, документы можно лучше посмотреть? На каком основании? Я что-то нарушила? Ну вы с цветами для чего подошли? А что, я нарушаю цветами? Я вам вопрос задам, для чего? Чтобы возложить цветы? Это что? Смотрите, девушка, объясняю, на мемориальные комплексы вы можете возложить цветы в определенные даты. Смотрите, дата по поводу репрессированных лиц у нас отмечается 30 октября. В это время вы можете 30 октября прийти возложить цветы. В остальные дни, если вы возложите цветы, это уже будет согласно 608 закону Клистерского края, будет считаться как выброс бытового мусора. А выброс бытового мусора, девушка, уже противоречит и наказывается административной статьей 8.2 КОАП-РФ. Понимаете? Вы нахожу поддержать. Вот у нас репрессированных поддерживают 30 октября. У вас? В стране у нас есть определенная дата, когда поддерживают обесенную. Сегодня у нас 2 марта. 2 марта у нас обесенную не поддерживают. У нас есть строго отведенный день. Вот как 9 мая, 23 февраль. Ну согласитесь, действительно же эра мракобесия. Кстати, в прошлый раз мы как раз говорили о том, что Татарский и Ахлобыстин полтора года назад прямо в стенах Кремля и у Кремля эту самую эру по сути дела обозначили. Точнее сказать, сказали как раз о ее основном смысле опричнение. Так вот, теперь наш недофюрер прямо в Кремле на своем явлении послания федеральному собранию объявил эту эру мракобесия и опричнену открытой. Он фактически заявил о смене элит. Элита во многом себя дискредитировала. Теми, кто не имея никаких заглух перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России. Достойные люди. Отличное послание всем полулибералам и либералам, так называемым либералам в правительстве. Всем тем, кто еще поддерживает режим Путина, как бы борясь просто за экономику и занимаясь чисто неполитическими делами. Друзья, смена элит – это ведь не просто так. Это в реальности, в конечном итоге, может вылиться в совершенно другое. То, что вам сейчас кажется, преследует оппозицию, убивают оппозиционеров в тюрьмах или просто где-то даже за рубежом. Неважно. Скоро они придут и за вами. Просто задумайтесь. Смена элит – это либо вы их, либо они вас. И, наверное, мы скоро увидим такие вот показательные процессы. Троцкисты и бухаренцы, товарищи судьи, этот право-троцкистский так называемый блок, верхушка которого фигурирует сейчас здесь на скамье подсудимых, это не политическая партия, это не политические течения, это банда уголовных преступников. И не просто уголовных преступников, а преступников, продавшихся вражеским разведкам. Преступников, которые даже уголовники третируют, как самых падших, самых последних. Не боитесь, дорогие наши олигархи, чиновнички так называемой старой теперь волны, что скоро вы окажетесь на этих процессах, и вы услышите совершенно другой крик там? Никакой пощады врагам! Расстрелять ежедневно, как вешеных собак! Смерть изменникам Родины! Вот так, с соответствующей реакцией населения, поддерживающего горячо любимого вождя. Вождя, который ведет эту самую смену элит и хочет теперь сделать опричниками тех самых людей, которые сейчас убивают в Украине, которые бомбят украинские города, которые грабят и насилуют украинского населения. Только представьте себе, какая прекрасная картина развернется. Поэтому честно вам могу сказать, сейчас Россия встала абсолютно на четком пороге. Когда вам пора определиться? Вам пора определиться и решить, либо вы его, либо он вас. О-ла-ла! Выходите, государь! Государь, вы мой пленник, и вашему царствованию пришел конец. Откажитесь от престола и немедленно подпишите акт отречения в пользу великого князя Александра. Опомнитесь, Платон Александрович. Пишите, государь, пишите. Я ничего не подпишу. Я ничего не подпишу. Приможен, император. Александр наш, государь. Я ничего не подпишу. Полно разговаривать, князь. Сегодня он подпишет все, что мы захотим, а завтра мы будем болтаться в петлях. Я ничего не подпишу, господа. Я ничего не подпишу. И прекрати разморбить руками! В общем-то, обсуждать особое из послания нечего. Оно, конечно же, было самым большим за всю его историю, но в целом-то нам явили некую национальную идею. Ну а что в этой национальной идее? Что вообще обещал Путин? Давайте попробуем чуть-чуть взглянуть на обещание. Например, обещание выпустить 40 тысяч автобусов. Ну, вроде завораживает, пока ты не понимаешь, что это ниже порога, естественно, их замены. Даже все износившиеся автобусы заменить не сможем. 350 спортивных объектов ежегодно за 65 миллиардов рублей за 6 лет. Это что, круто? Так сейчас в России 200 тысяч спортивных объектов. Построить 2 тысячи за 6 лет, это значит обновлять меньше 1% из них. А из расчета на город это по 1-2 площадки. За 6 лет. При этом, кстати, это реально площадки? Если со средним бюджетом в 30 миллионов, то вы явно не будете строить дворцы. Фактически Путин уменьшает расходы, которые даже неслись за предыдущие 5 лет. Ну, а что такое ремонт школ и детских садов 400 миллиардов за 6 лет? На 20 тысяч объектов примерно. Да это по 20 миллионов рублей на объект. Я могу сказать, что этого будет едва хватать даже на полноценный капитальный ремонт. Не то, что на строительство нового. Ну вот просто представьте, что на самом деле это же все абсолютно дикий цирк. Никаких реально школ-то строиться не будет. Будет уменьшение. Ну а 1 триллион на здравоохранение. Вроде звучит-то круто, но только это на 6 лет на стройку и капремонт. А учитывая, что сейчас одна поликлиника, вот, например, в Вологде, это 1,5-2 миллиарда рублей, то хватит-то вам едва ли на сотню, может, 150 поликлиник по всей стране. При этом, давайте скажем честно, сейчас, например, они собираются восстанавливать Авдеевку. Вот Хуснулин только что был там. Находимся в Авдеевке. Ну, надо отметить, что город сегодня пострадал примерно так уж, как Мариуполь. Ну, я считаю, что как только линия соприкосновения будет отодвинута, можно будет достаточно оперативно все восстановить. Спасибо нашим доблестным солдатам, которые освободили этот город. Сегодня мы посмотрели состояние города. Хочу отметить, что уже администрация города, администрация Донецкой Республики выехала, посмотрела, что нужно сделать по восстановлению, в первую очередь, электроснабжения, по восстановлению воды, план работы на меч. В ближайшее время приступим. Отходимся на котельный Авдеевский комбинат. Это самая котельная, которая отопливала и горы, и отопливала и завод. Очень важно понять, насколько быстро ее можно восстановить, потому что если готовиться к зиме в следующем отопительном сезоне, то первую очередь надо, конечно, восстановить котель. Вы посмотрели, город достаточно поврежден, повреждены теплотрассы, но при необходимости можно достаточно быстро мобилизоваться и все это восстановить. Ну, то есть только представьте, одну Авдеевку два года стирали с лица земли. Фактически город нужно отстраивать по новой. Как раз те самые триллионы рублей пойдут на восстановление оккупированных территорий Украины. Территорий, которые до сих пор находятся в зоне боевых действий и которые фактически нужно будет Украине отдавать. Ну, вот и представьте весь этот смысл. Федеральное послание. Война идет уже третий год. Путин все еще что-то обещает. Ну, слушайте, цирк да и только. Наверное, интереснее этого цирка только то, как людей заставили идти в кинотеатры. Но что характерно? Вот, например, послали туда молодую гвардию. Во всей стране надо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия. Старинные здания, усадьбы, храмы. Это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Ребят, вы все из Молодой Гвардии? Да. Все из Молодой Гвардии, понятно. Пришел я сюда на показ, потому что мне интересно. Плюс у нас есть в Молодой Гвардии, то есть мы все от организации нашей, мы помогаем как раз таки, принимаем участие в каких-то мероприятиях. И вот мне самое интересное, что скажет Путин и Гришов. Владимир Путин сказал, что большинство граждан России поддерживает СВО. Как вы относитесь к СВО? Ну, как сказать, так-то негативно, то что, ну, все-таки СВО такое сеть, я в общем. Но что есть, то есть, и поэтому никак не изменить. Я сегодня здесь, потому что выдалась возможность посмотреть обращение Владимира Владимировича Путина в кинотеатре. Я со своим отделением Молодой Гвардии, мы собрались послушать слова нашего президента. А почему вы ушли сейчас из кинозала раньше? Потому что у нас сейчас имеется другое мероприятие, которое связано уже непосредственно с... по времени. То есть вас направляют, да? Грубо говоря, да. Давайте, да, давайте. Вас потом по телеку покажут. Мне что говорить? Владимир Путин сказал, что большинство граждан России сегодня поддерживают СВО. Как вы относитесь к этому? Я положительно отношусь к этому. Я считаю, что этих граждан нужно поддерживать. Им своевременно нужно выплачивать. То есть, посмотрите, даже пропутинская, проактивная за него молодежь уходит раньше с кинотеатра, чтобы не слушать его бредни. Что касается развязанной им войны, то они не поддерживают эту войну. Они в реальности, заметьте, как раз, говорят о том, что они против этой самой СВО. Так какова на самом деле поддержка Путина, если даже его проактивная молодежь в целом-то не сильно хочет не слушать его, ни даже слышать, не соглашаясь с ним? Ну, наверное, для этого потом они ставят на телевизор всяческих пророков, которые должны расшифровать это послание. Я думаю, здесь все достаточно просто. Россия должна измениться. Хорошо, с 15 февраля до конца мая откроются новые окна возможностей. Одно из них будет неприятным, напряженным с точки зрения военной ситуации. Но мы увидим больше возможностей для переговоров. И в целом, я думаю, что вы будете получать все больше и больше хороших новостей с разных сторон, из разных источников. И этот год в целом будет гораздо более позитивным, чем прошлый. Удивительное дело, да? Нам обещают опять манну небесную. Но ведь самое-то простое, о чем может задуматься любой россиянин. Этот чувак управляет страной почти четверть века. Собирается еще на следующие 6 лет. Он уже, по сути дела, просрал все, что можно в стране. Все его обещания, рывки и прорывы заканчиваются ничем. Подбирать видосы можно о том, что он обещал, но не выполнил. Ну, просто бесконечно. Но нам какого-то хрена, простите за выражение, вновь и вновь все это впаривают с федеральных каналов. Зачем? Для чего? Для того, чтобы мы ощутили вот это вот великое послание великого кормчего? Ну, согласитесь, оно же просто выглядит смешно. Он может вещать даже не полтора, не два часа, он может вещать три. Но все его вещания наполнены абсолютной бессмыслицей. Вы знаете, наверное, лучше всего даже реакция самого зала, который борется со сном. Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач. И при этом выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. А вообще, я вас, наверное, удивлю, но больше всего мне понравился ролик придворного пропагандона Зарубина. Его пускают в самые кулуары и он снимает самые, как говорится, важные моменты, как он считает. Поэтому давайте посмотрим его ролик. Это действительно смешно. Когда еще речь Путина не была столь объемной в прямом смысле этого слова. Самую большую скрепку пришлось отрывать с усилием. Вот по этому коридору президент России и выйдет на сцену. Давайте вместе с вами пройдем, повторю, этими интересными, необычными интерьерами. Вот несколько шагов, несколько секунд. И мы с вами в зале у главной трибуны. В зале огромное количество гостей. Я думаю, что несколько сотен человек уже собрались. Президент проходит через эти декорации. Вот сцена, а на ней заранее оператор нашей программы установил дополнительную небольшую камеру. Затем вернулся и перепроверил работоспособность. Ну а оператор большой телетрансляции рассмотрели, что это такое. Президент вышел на сцену. И у нашей программы ракурсы главных событий интереснее остальных. Самое продолжительное президентское послание. Наберись терпения, оно только начинается. Согласитесь, самое главное, что нам показали, это жопу президента. Ну конечно же, на самом деле это самое главное в этом послании к Федеральному собранию и народу. Это как называемое программное заявление, как теперь сейчас говорят все там, начиная от спикера Госдумы, заканчивая его там пресс-секретарем или последним чиновником какой-нибудь городской администрации в Зайурюпинске. Это как раз вот национальная идея, великий фюрер. А показывает нам в реальности жопу президента. Ту самую, кстати, задницу, которую он показывает всей стране уже 25 лет и собирается делать это еще 6. Заметьте, он еще 6 лет хочет, чтобы вы лицезрели. Ну а чиновники занимались с этой задницей самым главным, что они умеют делать последние 25 лет. Удивительно. Ну вот такие у нас события. Кстати, помимо этого, на этой неделе нам явили еще одного недофюрера. Это младший фюрер Российской Федерации Димон Иблисович. Димон Иблисович выступил на форуме знания перед молодежью и начал рассказывать абсолютные сказки, но, наверное, здесь гораздо интереснее фоновая картинка. Спасибо. Мне тоже нравится это. Надеюсь, вы видели в телеграм-канале. Это оттуда. Да, так вот, ровно под стать этим картинком и констатация. Страны-члены Евросоюза выбрали для себя иной путь. Стать для Соединенных Штатов, если хотите, ну такой жесткий термин, но я его произнесу, бессловесными животными. Или тем же, но с другой стороны быть, выражаясь любимой мною латынью, для них инструментом вокаля. То есть, говорящими орудиями, как в Древнем Риме называли, как известно, рабов. Так же, как и они, европейские страны, по сути, находятся в собственности Соединенных Штатов Америки. Дебиловатый пропойца вышел из телеграм-канальчика и явил себя миру. Согласитесь, это выглядит примерно так. Так, если бы, конечно, не забывать, что это все-таки с одной-то стороны секретарь Совета Безопасности, глава Единой Нацистской Армии, партии. И этот самый глава Единой Нацистской партии и заместитель главы Совета Безопасности вещает нам о перспективах Украины. В случае с так называемой Украиной или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены. Кроме того, наши враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Я каждый раз, когда говорю о видеозаписях или текстах Димона Иблисовича, всегда прошу это пересылать обязательно на Запад, чтобы западные лидеры смотрели эти видео и понимали, с какими идиотами, маразматиками, но угрожающими ядерной дубинкой или разделом соседней страны, а в целом угрожающими даже всему западному миру, по сути-то дела всей цивилизации, которая живет на общечеловеческих ценностях. Это все-таки не шутки и на это стоит обращать особое внимание. Потому что такие тексты – это, по сути-то, дело то, что обсуждается вот в тех самых кулуарах Госдумы, в тех самых кулуарах Кремля и вообще в целом в кулуарах власти. Это те самые перспективы эры мракобесия, которые несет Путин. Поэтому, да, не сомневаюсь, что Западу нужно как можно сильнее поддерживать Украину, иначе, когда они попытаются ее захватить, у вас станет буфером просто огромная империя, пополнившаяся еще десятками миллионов украинцев, которых потом кинут в качестве пушечного мяса уже на другие фронты. Ну и давайте еще в конце. У нас все-таки сейчас есть основная тема, которая будет важной до 17 марта. Это тема так называемых выборов, так называемого президента. Они умудряются превратить его в цирк. Ведь сейчас, заметьте, по всем телеканалам начались дебаты. От федеральных до региональных. Ну, тут-то мы увидели абсолютное шапито. Гордый профиль, твердый взгляд, вьется русый волос. Девки все давать хотят Слудскому свой голос. Сейчас далеко не у всех политиков есть яйца. У Слудского, слава богу, они есть. Поэтому я вам хотел показать. Поэтому, если хотите оставаться с яйцами, голосуйте за Слудского. Слудский девок не целует, говорит потом, потом. Вот как выборы пройдут, так зацелуются огоньком. Вот, смотрите, вот ботинок. Я шел по земле, это видно. Вот она грязная, грязный ботинок. Старый, немножко там вот он, может быть, неказистый. Но он надежный и уверенный, как Леонид Слудский. А теперь посмотрите, в чем пришли коллеги. Одна пришла в шпильке вот такой вот, на тоненькой подошве. И вторую пришел в летнюю обувь. Какие выборы, такие и дебаты. Тут уж удивляться, как говорится, нечему. Поэтому напомню в очередной раз, что людям, которые с этим цирком не согласны и хотят хоть как-то выразить свою позицию, стоит прийти 17 марта в 12 часов на свой избирательный участок. Дальше вы можете делать все, что угодно. Вы можете проголосовать за любое говно в списке, кроме Путина. Вы можете вообще за них не голосовать. И, например, зачеркнуть бюллетень и поставить там «Нет войне» или «Навальный». Главное, кстати, чтобы вы выразили свою позицию. Вы можете даже бойкотировать выборы. То есть вообще не брать бюллетень и не голосовать. Но прийти в 12 часов 17 марта на свой избирательный участок. Это очень важно. Вы можете увидеть, насколько на самом деле много адекватных людей. Мы можем увидеть их в каждом городе. Вот так рядом встретиться со своими соседями, которые выступают против Путина, войны, диктатуры в России, которые чувствуют, что Россия нуждается в переменах, которым нужна поддержка друг друга. Это самый главный результат. Я еще раз могу сказать – не обольщайтесь. Путин, конечно же, не рухнет. И режим никуда не уйдет после выборов. И 18 марта мы не увидим другого результата в бюллетене. Они нарисуют все, что угодно. Это важно понять самим нам. Для того, что мы против Путина. Для того, что нас много. Возможно, вы сами удивитесь, насколько нас много. И может быть так получится, что воодушевленные тем, сколько вас, вы захотите пройтись до главной площади своего города. Вот, например, в Вологде 150 почти избирательных участков. И если эти ручейки подчекут на площадь революции, там действительно окажется море людей. А если это Москва, где 2000 избирательных участков, да уже на проспектах эти ручейки превратятся в рейки, огромные потоки. А где-нибудь у Кремлевской площади мы просто увидим океан людей. Людей, которые выступают против Путина и против войны. Нам просто надо увидеть, сколько нас много. Так, как это получилось на похоронах Алексея Навального. Где люди увидели, сколько на самом деле тех, кто выступает за другую Россию. Кто не хочет диктатуры. Кто устал от войны. Кто против войны с Украиной. Кто против Путина. И напомню, что сам Алексей Навальный успел поддержать проект. Одно из его последних писем из тюрьмы было как раз о том, что идея депутата Резника, санкт-петербургского депутата, ему нравится. И он поддерживает ее и просит вас поддержать ее. А если нам сейчас, в эти дни, когда мы вспоминаем Алексея, когда мы прощаемся с ним, нужно помнить и его, но и то, что он завещал. А завещал он нам бороться и не сдаваться. И это важно. И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.